И поэтому друзья Путина, принц Монако, Берлускони, Шрёдер, все это представители черной аристократии. Это как бы первая группа. Королевские дома Европы плюс Ватикан. Приходит наш человек из аппарата, ФСБшник, сильная рука. И сейчас будем восстанавливать государство, которое при Ельцине было разрушено. Потом через 20 лет выясняется, что он не государство восстанавливал, он обогащал своих друзей. Торговали, торговали, торговали. Они строили государство, и государство исчезло. То есть на каком основании этому банку, который один раз оформил документы, 5 миллионов рублей платит? Правитель. Каким он должен быть? Какие качества у него должны быть? Какие цели он должен перед собой ставить? И как он должен народом править? Речь идет о правителе России, правильно? В данный конкретный момент времени. Вы знаете, все-таки я бы хотела взять такой идеальный мир уже, чтобы понять вообще, какие качества должны быть у правителя. Ну, чтобы мы пришли к идеальному миру, надо, чтобы правитель появился гораздо раньше, а желательно сейчас. Вот такой правитель, который обеспечит нам идеальный мир. Вот. Ну, большинство наших экспертов, я так полагаю, большинство людей, которые думают, что они что-то в политике понимают, соответственно, наделяют правителя определенными качествами, такими стандартными. Ну, например, правитель в России должен обладать сильной рукой. Это, пожалуй, самое главное качество, о котором обычно идет речь, когда говорят об идеальном правителе. Соответственно, наделяют его умом, прозорливостью. Соответственно, это должен быть человек, который понимает общество. А у нас общество очень сложное. Совершенно необязательно понимать каждую социальную группу на самом деле. Вот. Поэтому я не сторонник такого подхода. И не считаю, что правитель, он должен быть вообще политиком. Вот таким стандартом, традиционным, идеальным, может быть, политиком. Может, тогда философом он должен быть? И не философом. Нет. Это человек должен быть. Человек нетривиальных качеств. Где, ну, если, допустим, сравнивать с нынешними руководителями, нашими политиками, то перевернутый с ног на голову или с головы на ноги. То есть, условно говоря, вот сегодня политик у нас чем отличается вообще? Я имею в виду даже не президента, а именно тех людей, которые говорят, о, он сильный политик. Сильный политик у нас сегодня – это человек, который беззастенчиво врет и не краснеет. По любому поводу, да. И в этом смысле нравится народу, потому что он говорит популистские вещи. Сегодня одно, завтра третье. Не важно, что он будет делать. Да, приспосабливается к ситуации и так далее, и так далее. Вот таких людей считают политиками. Я считаю, что идеальная политика – это тот, кто, в принципе, не врет. Он может умалчивать какие-то вещи, но врать ему чрезвычайно болезненно. Это как бы не соответствует его принципам. И он готов поступиться чем угодно, своей карьерой и так далее, но не готов врать. Это первое. Второе. Это политик, который, в принципе, не ворует. В принципе, имеется в виду такое сильное ударение. То есть человек, который не ворует. Которому абсолютно все равно, что у него в кармане. Да, и человек, которого волнует, что находится у него в голове, что находится в голове у его граждан. Вот. Это, вот в этом смысле, это человек, который, ну, прямая противоположность тем представлениям, которые в обществе у нас устоялись. Потому что я вот смотрю, допустим, по всем своим социальным сетям, по телеграмму, по общению с подписчиками, со слушателями, да. Со зрителями. У нас большинство населения как-то нормально к этому относится. То есть они, в принципе, как бы против воровства, да. И, естественно, против бюрократов, буржуев и прочее, прочее. Но считают это, видимо, нормальным, когда какой-то политик имеет виллу, ездит на дорогой машине и так далее, и так далее. Так они сами же, наверное, тоже хотят так же жить. Я сейчас не объясняю, почему. Но они как бы считают, что это нормально. Вот. Более того, если, например, человек, допустим, какой-то политик, ну, по, опять же, таким стандартным представлениям, нищий, да, ну, как у нас народ думает, ездит на «Жигулях», например, да, ну, то вообще, как бы, как может политик ездить на «Жигулях»? Они даже презирать его сразу начинают. Вот. Я не утверждаю, что вот политик национального масштаба должен ездить на «Жигулях», но, тем не менее, в голове у него должны быть нематериальные объекты, ненаживы. Более того, он должен этого сторониться. Сторониться всего, что связано с таким материальным обеспечением. Ну, то есть, грубо говоря, ну, я могу на себя померить, да, в том плане, что, допустим, там, меня избрали каким-то большим шишкой, да, и что, я начну после этого, я не знаю, тратить свое рабочее время для того, чтобы заработать кучу денег непонятным образом, чтобы купить себе виллу или нагнуть государство, использовать служебное положение и так далее, и так далее, чтобы кайфовать где-то, значит, домики в Испании или еще вот пользоваться какими-то материальными объектами. Мне вот это совершенно неинтересно. Ну, вот сегодня, знаете, с Игорем Алексеевичем беседовали на эту тему, и вот он как раз как-то сказал, что те, кто до власти доходят, они все меняются. Ну, не совсем так. Тут другая причина следственной связи. Доходят до власти те, кто как раз ставит перед собой такие цели, потому что те люди, которые, например, нарушают правила игры и не играют в общие игры, да, там, где как раз принято воровать и врать, их просто не пускают выше, потому что все остальные думают, так, подожди-ка, мы туда идем для чего? Он не свой. Да, мы идем туда, консолидировано, всей нашей общей бандой для того, чтобы завладеть каким-то куском государственного ресурса, его пилить и прочее, прочее. А тут появился какой-то, значит, товарищ, который нам вопросы задает. Если он куда-то поднимется, так он, во-первых, взяток брать не будет, бизнесом не будет заниматься, соответственно, какая от него польза? Самое главное, мешать будет. Ну, так естественно, польза никакой, а вред весьма возможен. Поэтому от таких людей избавляются еще на уровне муниципального образования. Но все-таки такие люди есть, да, потому что я с Игорем Алексеевичем спорила на эту тему, как это так, что нет нормальных людей, которые не зависят от денег. Есть люди, которые дорастают в аппарате государственном, да, именно в силу того, что они профессионалы, что они исполнительные люди. Вот, ну, естественно, до муниципального образования нет проблем дорасти, да, поскольку там особого спроса нет, и у муниципалов там денег нет. Но такие люди дорастают и внутри отдельных аппаратов. Я, например, знаю отдельных товарищей, которые владеют, которые руководят конкретными аппаратными структурами. Вот, и понятно, что когда заходишь в их кабинет, у них там в основном книжки, документы, все завалено, они все время в работе, да, такие люди есть, их немного, но они необходимы. Вот, я в свое время был тоже замминистра, ну, имеется в виду зампредседателя Госкомитета одного. Вот, и у нас было шесть или семь замов, и, соответственно, мне вот министр сказал, что, Володя, ты хороший парень, да, но ты министром никогда не станешь. Значит, ну, мы тебя держим, почему? Потому что должен же кто-то работать. Вот, ну, к счастью, помимо меня еще там один был, два человека работали, и, собственно, на это министерство и опиралось, а все остальные занимались личными делами. Вот, поэтому, возвращаясь, как бы, к вопросу, ну, нужно ломать эту систему, как ломать в том числе и впоследствии того, что продвигать людей совершенно иного типа, вот прямо противоположного типа тому, который сегодня господствует. Продвигать кто будет? Да все, каждый человек. Вот, условно говоря, ты идешь на выборы. Вот уже первый твой шаг. С моей точки зрения, никаких компромиссов на выборах быть не должно. То есть ты лучше на выборы вообще не ходи. Вот, скажем, в нынешней ситуации, когда выборы фальсифицируются, я считаю, ходить нужно только на выборы местных органов власти. Потому что там люди знают человека, который с ними живет в муниципальном образовании, и, соответственно, есть возможность повлиять. Ну, и кроме того, уровень фальсификации там минимальный, да, поскольку, как бы, федералам особо не нужно. Опять же, по принципу, что кто-то должен работать внизу. А вот когда ты выше уже начинаешь подниматься, там начинается воровство. А там работы уже, по сути дела, нет. Там только можно работе мешать реальной, да. Вот, поэтому на выборы губернаторов, депутатов законодательных собраний, тем более на федеральные выборы, в нынешней ситуации, вообще ходить не нужно. Да, и, в принципе, нужно придать астракизму этот институт, который сегодня из важнейшего института демократии превратился в важнейший инструмент манипуляции и фальсификации. Вот, значит, это вот как бы то, с чего начинается влияние на появление лидера. Соответственно, если говорить уже о том, кто работает, например, и как к этому относиться, как добраться до контроля, ну, ясно, что в индивидуальном порядке очень сложно на это повлиять. Вот, и люди должны объединяться в, как бы, низовые организации с тем, чтобы в рамках некой системы, такие системы созданы сегодня, да, только о них мало кто знает, и тем более они особо не пользуются. Вот в рамках системы оценок, низовых таких оценок, действий тех или иных чиновников, руководителей, естественно, на это нужно влиять. Вот, например, один мой товарищ Софиолин Алексей создал систему как бы нравственной оценки, то есть такой этической оценки действий чиновников. Пытается ее внедрять. Она в Тименской области уже там где-то в некоторых муниципальных образованиях вроде как обкатана. И приносит свои плоды, потому что она дает возможность людям оценивать моральные качества чиновников, голосовать, да, это все в системе. И эту систему, конечно, можно проигнорировать, но тем не менее, поскольку она придается гласности, то уже как-то это влияет. Интересный опыт. Да, это вот как бы один из вариантов. Еще несколько таких вариантов создано. Допустим, Рудников, Слава, он, ну, пока еще не создал, но, по крайней мере, про это и говорит все время. Создание фондов народного доверия. Куда в таком произвольном порядке собираются люди, обладающие высоким уровнем доверия, люди культуры, науки и так далее, которые, по крайней мере, высказывают свою позицию в период избирательной кампании. И люди могут к ним прислушаться. В наше время фонды это как-то настораживает уже. Ну, неважно. Может быть, это фонд, может быть, это совет. Организация, даже не организация. Вот. Поэтому идет процесс вот в этом направлении. Или, допустим, вот платформа народного большинства, которую мы обсуждаем все время в школе солидарной экономики, вот, с рядом общественных организаций московских, в особенности на уровне ЖКХ, как это действует, да. И что такое вообще народное большинство, от имени которого должен выступать политик. То есть вот это третье качество. Первое, я сказал, не врать. Второе, не воровать. И третье, что он должен выступать не от своего имени. То есть ни один политик не имеет права выступать от своего имени. Он может выступать. Либо от политической партии, если его партия направила куда-то, да. И, соответственно, излагать точку зрения партии, а не свою личную. Ну, это как бы момент, который у нас тоже никто не понимает. Значит, а если это политик более широкого уровня, то... То есть коллективное такое мышление внедрять? Ну, дело не в этом. Просто это принцип демократии. Демократия, власть народа, она же посредством чего реализуется? Когда есть народ или какое-то народное большинство зафиксированное, да, у этого народного большинства есть своя позиция. Политик, который выступает от имени народа, да, он не должен заниматься отсебятиной, по идее. Это вообще, в принципе, неэтично. Он должен говорить, так, что у нас народ... Вот его спросили, допустим, а как быть в такой-то ситуации? Он говорит так, ну, вот есть моя личная точка зрения, да, но как политик там такой-то, такой-то, значит, я вот посмотрю результаты с логических опросов. А как народ к этому относится? А вот народ вот считает, что пенсионный возраст там не должен повышаться. Значит, там 70% выступают за то, чтобы не было повышения пенсионного возраста. И я как человек избранный, например, ну, то есть человек, который попал во власть благодаря избирателям, я должен эту точку зрения проводить, а не мою личную. То есть отстаивание интересов народа? Конечно. Народный, то есть основной субъект истории – это народ. В нашей стране сегодня народ не имеет права голоса вообще, да. Чтобы ситуацию изменить, важно, чтобы народное большинство в Российской Федерации получило право голоса. Поскольку народ сам в массе своей, он не является таким публичным субъектом, да, он всегда свою точку зрения продвигает через своих представителей. Но у нас представителей нет, потому что любой человек, который как бы от народа попадает во власть, он тут же начинает заниматься отсебятиной, либо от имени каких-то групп интересов, либо от каких-то денег, начинает что-то такое конъюнктурное или популистское гнать. Как сказать, не обладая никакой ответственностью, вообще не думая о том, что на самом-то деле его избрали избиратели. Вот. В этом смысле, допустим, вот там ключевая претензия, моя личная, главе государства, человек, который избирается народом, то есть его не партия какая-то политическая туда посадила, да, ну так формально. Мы понимаем, кто его посадил, но тем не менее. Значит, не партия «Единая Россия», не там какой-то круг людей, а есть всенародные выборы. И дальше ты приходишь и, вопреки народному мнению, повышаешь пенсионный возраст, например. Или вопреки народному мнению, продвигаешь там какую-то позицию Клауса Шваба или еще кого-то из-за рубежа. Ну, народ-то молчит. Да нет, народ не молчит. Народ как раз высказывает свою позицию, если проводятся социологические опросы. Вот видно, чего народ хочет. Но просто эта его позиция, да, она не пропускается в официальные каналы информационные. Да, вот как доносят еще информацию. Поэтому народ простой человек, да, который работает там где-то. У него есть позиция. Но эта позиция власть не интересует, во-первых. Во-вторых, не созданы каналы, чтобы простой человек высказывался. Наоборот. Все эти каналы закрыты. То есть у нас любая пресс-служба, например, она работает не для того, чтобы какой-то руководитель имел обратную связь, да, во-первых, контактировал с населением, имел обратную связь, а наоборот, для того, чтобы отгородить этого руководителя от этого самого народа. Вот. Но глава государства ее, то есть вся система власти в данном случае, да, они что, не понимают, что в ситуации, когда проходят всероссийские, общенародные выборы, избирается глава государства, то основная платформа, с которой он должен действовать, это мнение населения. Вот этих самых избирателей. А получается раз от разу обман, обман, обман. То есть сначала обещание, что я буду продвигать ваши интересы, народ голосует, и дальше человек начинает какую-то отсебятину гнать. Да, то есть принимает какие-то решения, которые вообще непонятно кем, ну, продвинуты, обоснованы и так далее. Владимир Анатольевич, а вы думаете, что все от Путина зависит? Потому что у нас народ делится где-то 50 на 50, наверное, кто верит Путину, а кто не верит. Я знаю, как народ делится, это социология, все это известно, но я не говорю, что все от Путина зависит, но от него зависит 90% того, что происходит. Потому что, ну, вот смотрите, есть у нас политики, да? Есть ли система выстроенная, официальная система, да, функционал такой, чтобы какие-то политики отвечали, ответственности неслили за свои слова, за свои действия. Нет такой системы. Вот, единственный политик, который, еще раз повторяю, у нас же ни члены правительства не избираются народом, да? Даже депутаты там в значительной степени не избираются народом, потому что люди голосуют за политические партии. Вот. Но, вот так вот всенародно избирается президент, и поэтому в его функционал входит гарантировать права людей, да, права и интересы людей, с одной стороны. С другой стороны, он как бы ответственность несет, потому что на него показывают пальцем. Что бы ты ни сделал, что бы ты ни сказал, это твоя ответственность. И поэтому возникает вопрос, а в чем эта ответственность заключается? И ты что, не должен чувствовать, что раз тебя народ избрал, то ты и должен постоянно находиться с ним в связи. Ну и ваше мнение, почему так все происходит? Ну, потому так и происходит, потому что выборов нет, а есть узурпация власти. То есть до него не доходят вот эти вот мнения народа? Ну, тут целый же комплекс проблем. Во-первых, политик не того типа. Или он не понимает? Нет, во-первых, политик не того типа. Человек, представляющий торговую группу, да, олигархат, да, административно-торговую верхушку. Там другие мотивации, другие интересы, соответственно, другие связи, другая ответственность, уровень ответственности другой, да, и тип ответственности другой. То есть, например, он чувствует свою ответственность перед своими коллегами, да, то есть перед своими соратниками или как поддельниками их можно назвать. Потому что там эти механизмы работают. Есть понятие «я». Да? А перед населением-то какая ответственность? В чем она зафиксирована? Ни в чем. И поэтому на население можно наплевать, а вот на коллег ты наплевать не можешь, потому что меняется, в этом случае меняется атмосфера взаимодействия или взаимоотношения внутри этой самой группы интересов. К власти же приходил не просто один человек, а приходила группа людей. В принципе, до Путина эта группа пришла к власти. И она, эта группа, меняет своих представителей, да, то есть того политика, который должен исполнять функцию аватара. Но который ему удобен. Да. Ну вот исполнял функцию аватара Горбачев до поры до времени, задача которого была просто слиться. Он слился. Потом должен был прийти человек-таран, который компартию подвинет, всех распинает пинками, там, зычным голосом. Вот. А потом должен был тихий, спокойный, выдержанный индивид, да, который закрепит, заморозит вот эти отношения, которые сформировались при Ельцине. У меня такой вопрос. Думали ли вы вот в эти 90-е годы, тем более, когда были депутатом первого созыва, что вот до такой степени дойдут вообще... Хороший вопрос. Я это понял в 95-м году. И, ну, вот я как раз был депутатом уже в конце этого срока. И я был одним из двух депутатов, которые свои полномочия сложили. Был Березовский, который свой мандат сдал. Ну, и все газеты об этом написали. О, Березовский там. Вышел из состава Думы. Ну, а я, как, сказать, человек никому неизвестный, тоже сложил свои полномочия, но об уме никто не написал. Вот. Значит, и это было результатом как раз вот этого полного тотального разочарования. Но разочарование в каком смысле? В таком научном смысле. Потому что мне стало все абсолютно понятно. Ну, в каком-то смысле одно событие повлияло очень серьезно на то, что вот мне стало видно ближайшие перспективы ближайших там 20-30 лет, что Россия идет к деградации, к краху, что не будет никакой демократии, да, никакого развития и так далее. Да, я могу обосновать, значит, как это у меня сложилось. Но ключевое событие это попытка Государственной Думы принять резолюцию по Чечне. Потому что как только наши войска вошли в Грозный, ну, соответственно, та вот катавасия, которая там случилась, то вице-премьер, значит, который в нашей фракции был в Госдуме, фракция партии Российского единства и согласия, ну, это была такая правительственная партия, которая на базе «Газпрому» была создана, он мне попросил написать резолюцию, проект резолюции, я написал проект резолюции, мы его запустили в Думе. Отношение Госдумы к Чеченской войне, которая началась. Значит, так вот, Дума не могла принять эту резолюцию в течение года. То есть дискуссии, крики, там, драки и так далее, и так далее. Только потом уже администрация президента дала добро, ну, вот, через год эту резолюцию приняли. То есть полностью была продемонстрирована абсолютная никчемность Думы, да, абсолютная никчемность российской политики, но там еще масса других вещей происходило. Почему? Потому что после расстрела Верховного Совета, который был, кстати, самостоятельным юридическим лицом, действительно формировался как, не сформировался, как отдельный ветвь власти. Да, Верховный Совет расстреляли, соответственно, упразднили Верховный Совет, а Госдума была уже создана как отдел администрации президента. Просто в привязке к... То есть такая альтернативная, да, система? Абсолютная, да, то есть никакого разделения власти, то есть абсолютная фикция, это не парламент. Вот, и мы как бы избирались вроде туда, и серьезные шаги предпринимали. Вот я, например, руководил всеми группами, которые занимались политическими законопроектами, да, то есть в развитии Конституции. Мы знаем, что 12 декабря вот наша Первая Дума была избрана, и 12 декабря народ проголосовал за конституцию новую, либеральную. Вот, ну, как бы, невзирая на то, что она либеральная, тем не менее, я вот пришел с миссии создать политическую основу функционирования демократического общества в Российской Федерации, естественно, сразу запустил два закона, законопроекта федеральных об общественных объединениях и о политических партиях. То есть это, собственно, о субъектностях, которые должны быть сформированы. Ну, и потом, вслед за этим, еще с десяток законопроектов о профсоюзах, значит, о благотворительных организациях, о молодежных организациях, о господдержке, об альтернативной гражданской службе, самое главное, избирательные законы. Ну, избирательные законы не я запускал, просто я от нашего комитета у них участвовал. Они все работают, да, до сих пор? Да, да, дальше о митингах, шествиях, демонстрациях, пикетированиях, вот это очень важный закон, о запрещении нацистско-фашистской символики, о политическом экстремизме Российской Федерации, все политические законы. Вот, понятно, что какие-то были приняты сразу, какие-то позже, какие-то были завернуты, например, были завернуты важнейшие, с моей точки зрения, законы, которые должны способствовать были становлению демократии в Российской Федерации, ну, и до сих пор их не пускают, и я думаю, что и в ближайшие десятилетия не пустят. Первый закон это о правом регулировании лоббистской деятельности федеральных органов государственной власти, но он нашумел в свое время и даже первое чтение проходило, ну, естественно, его потопила администрация президента и правительство, да, правительство давало три заключения отрицательных на этот закон, потому что, как же так, олигархов контролировать нельзя. И второй, тоже важнейший и очень показательный, потому что даже коммунисты его не хотят двигать и понятно почему, это закон о правовых гарантиях оппозиционной деятельности в Российской Федерации, да, это то, что есть, например, в некоторых странах Европы в том плане, что, допустим, есть победившая партия, которая получает себе правительство, но возникает вопрос, хорошо, а кто у нас официальная оппозиция, она что, не должна иметь прав после проигрыша? И вот ряде европейских стран, той же самой Германии, например, оппозиция получает как альтернатива, да, в качестве баланса если, допустим, победившая получает себе правительство, канцлера, то проигравшая партия, допустим, стал демократы, получает себе под контроль комитет по бюджету в Бундестаге, да, и вот такой баланс возникает, ну, масса там таких нюансов, ну, просто у нас политическая система, она так и не развилась, то есть она вроде стала формироваться после принятия Конституции 93-го года, но где-то уже начиная со Второй Думы она начала деградировать, то есть стали закрывать как раз эти лаконы и в принципе ни один закон не работает по большому счету и была вот я после депутатства значит потом открылась вакансия в комитете как раз моем, да, консультанта, я туда перешел для того, чтобы свои законы, чтобы они не умерли, потому что у нас же нет механизма преемственности, свои законы двигать дальше, вот, и в конце концов я задвигал закон по политическим партиям, который был принят, вот, ну а другие законы там уже началось сворачивание демократии и их уже испортили и они уже не работают, вот, так что, ну как бы такая вот среда. А хотелось спросить, если, ну не жалеете, возможно, были потом бы какие-нибудь механизмы воздействовать более серьезно, чтобы изменить вот эту ситуацию, которая сейчас... Нет, нет, философ это тот человек, который путем обобщения, путем дедуктивным или дедуктивным методом, да, видит процессы на годы и годы вперед. И в том числе предпосылки, возможности и так далее, и так далее. Хорошо, можно сразу вопрос? Вы только что сказали, что через 10 лет этой власти там и так, вы правда думаете, что 10 лет у этой власти еще есть? Нет, я говорю не о том, что у этой власти 10 лет. Власть будет меняться. Ну, по крайней мере, в ближайшие 10 лет не сформируются предпосылки для того, чтобы были какие-то коренные изменения. они могут не сформироваться и через 20 лет, и через 30 лет. Это зависит от того, как мы будем развилки проходить. Я бы поспорила. В политическом развитии. Ну, можно поспорить. Я же не говорю, что так будет. Я говорю о том, что пока, в данный момент времени, вот на ближайшие 10 лет, фундаментальных перемен не будет. Что будет дальше? вот то, что сейчас, в принципе, ломается вся система. Она не ломается. С чего вы взяли? Ну, потому что до такой степени доходят все эти извращения, которые творятся во всех этих структурах власти. и они будут еще и дальше твориться. Они вот как, смотрите, вот эти все извращения, они по нарастающей идут. Когда начались эти извращения? Ну, ну, они начались, конечно, 30 лет назад, когда... Они начались раньше. Они не замечали. Нет, они начались раньше, именно поэтому мы их не замечали. Начались раньше, как некие системные предпосылки сначала, потом тренды, вот, а потом реальный процесс, потому что... Нет, но если говорить так, то с 1953 года такие серьезные начали. Ну, примерно, примерно, да, то есть после смерти Сталин начала меняться система. То есть, там же стал выбор, либо продолжать сталинскую систему, но уже Сталин сам понимал, что эта система не работает, надо менять. А в каком направлении менять? Ни у кого концепции не было. Вот, и дальше первое, подвергли сомнению сталинскую систему. Дальше начали дискутировать. Довольно долго дискутировали до прихода Брежнева, фактически. Но я думаю, что там еще и внешние силы поработали. Нет, ну, как же без внешних сил? Ну, само собой, естественно. Но просто, если Сталин, например, понимал эти игры, да, с внешними силами, то это за игры уже. Да, и мог использовать их в своих интересах, где-то, уступки идти, но он контролировал в целом ситуацию. Вот, а когда этот человек концептуальный ушел, и к этому времени внешние силы, они контролировали, допустим, так, а могли влиять и на Хрущева, и на Маленкова, и на прочих, самые разные силы. Вот, начался вот этот процесс, этот бардак и так далее, который куда мог вырулить? Только в направлении тех векторов, которые были заданы извне. Вот, началось постепенное падение, вот это извращение, падение, загнивание и так далее еще в 60-е годы, по сути дела. Но это все увеличивалось, нарастало и так далее. Накапливались ошибки, да, то есть, такие серьезные системные ошибки, как, например, ну, допустим, не буду лезть в экономику, как, допустим, начало Афганской войны, вступление Советского Союза в Афганскую войну. Вот, и перестройка стала как раз следствием вот этих самых извращений. Потому что ты начинаешь перестройку с какой концепцией? Ну, то есть, это можно квалифицировать как клоунаду, как диверсию, как все что угодно, но только не позицию коммунистической партии, коммунистической именно партии, а не какой-то другой небалаганной организации. Начинается перестройка с понятия гласность. Ты собираешься развивать свою страну или что с ней делать? Значит, все, и вот дальше по нарастающей. Этот процесс идет, но просто все время меняется форма, все время меняется риторика. То есть, была риторика такая, у нас социализм как-то вот он в тубичок немножко, давайте вот сделаем социализм человеческим лицом, а то вот нас тут Салин напортил. И весь народ говорит, ура, ура, да, социализм человеческим лицом. Это продолжалось сколько? Лет пять, не больше. Потому что, когда надоедает этот лидер Горбачев именно своей, значит, балаганной трескотней, а приходит другой, все это социализм человеческим лицом. Нужно объединяться с миром, цивилизованный мир, идти, рынок и, значит, свободный рынок и демократия. Все говорят, да, как же мы не понимали-то, действительно, социализм не то. Идет за Ельциным. Потом выясняется, что дефолт, да, значит, зарплаты не платят, пенсии не платят, сто тысяч убитых в разборках и так далее, и так далее. Соответственно, народ начинает роптать, а тут ему говорят, что, ну, слушайте, ну, Ельцин уходит, приходит наш человек из аппарата, ФСБшник, сильная рука, и сейчас будем восстанавливать государство, которое при Ельцине было разрушено. И все говорят, ну, конечно, так мы хотим, чтобы государство вернулось. Вот, приходит человек, который восстанавливает как бы государство, потом через 20 лет выясняется, что он не государство восстанавливал, он своих, обогащал своих друзей. Торговали, 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 они строили государство, и государство исчезло. У нас группы, торговые группы просто есть. Поэтому снова начинается виток демагоги, который заключается в том, вот, специальная военная операция, вот сейчас мы, да, мы поняли, оказывается, неправильный был курс, мы слишком сильно легли под Запад, сейчас мы суверенизацией займемся, и вообще, как сказать, ну, Западом порываем, все, возвращаемся на консервативное начало, значит, на платформу традиционных ценностей. Демагоги чистейшей воды меняют форму, по содержанию все то же самое. Могу рассказывать, что будет. Не будет ни реального сектора развития, никакой суверенизации нет. Год прошел специальной военной операции, ни одного тезиса по суверенизации, ни в одном официальном документе. Я вот сейчас меня посади, я за полчаса напишу концепцию суверенизации России, как это должно происходить. По всем направлениям, в экономике, в политике, в культуре и так далее. Почему глава государства с послания выступал, ни слова про это не сказал, только говорил про врагов? Не написали ему текст такой. Вот, почему не написали? Но спичрайтеров, следовательно, нужно увольнять в таком случае, если они не понимают. Хотя бы даже из конъюнктура бы это написали. Своих карательные меры к своим не применяются. Ну, я просто к тому, что ничего не меняется. Эта деградация будет происходить и дальше. Ну, так и говорит же, на самом деле как-то у нас не очень. Да. Знаете, недавно прочла такое выражение, что как темная ложа выбирает, скажем так, дает какие плюшки своим, тех, кого она вергует. Знаете? Ну, скажите. Смотрите. Свою версию. Ну, естественно, для всей этой шушеры и чиновичей это деньги. Ну, это понятно, да, фантики. А для этих, знаете, что, долголетие. То долгую жизнь им обещают. Да нет, ну, это опять какие-то штампы. Ну, во-первых, про ложи, если говорить про ложи, ну, это устаревшая уже штука. То есть она на самом деле... Не, она устаревшая, но они же существуют. Ну, можно сказать, что и не существуют уже. Это вообще не на первом месте стоит. Ну, да, 300 лет примерно эти ложи существовали, они формировались, сыграли свою роль, особенность в 19 веке, в 20 веке. Ну, все это уже устаревшая форма. Да, это масоны уже особой роли не играют. Какие-нибудь розетки крейсеры, ну, это все балаган, по большому счету. Вот. Почему? Потому что сформировались корпорации, транснациональные корпорации. Вот. Вот они являются субъектом. Ну, понятно, что в первую очередь это финансовые организации. Ну, а лица-то, наверное, там все те же. Ну, они все перемешаны уже. Все перемешаны. И, допустим, для человека, что является ключевым? Ну, вот, допустим, для там сильного мира всего, да, что является ключевым? Ну, принадлежность к чему? К каким-нибудь мальтийцам? Или даже к иллюминатам? Или, например, к какой-нибудь банковской группировке? Или к ФАГМе? Конечно, корпорации. А то, что там какие-то структуры, ну, опять же, нужно понимать, скажем, есть традиционные масонские структуры, европейские, да, которые выстраивала черная аристократия. Вот они в основном превратились в балаган. Вот. Хотя черная аристократия пытается там тужиться, изображать из себя вот эту силу, да, которая как бы Ватикан там сплачивает и обеспечивает интересы. что Ватикан не влияет никак? Да нет, Ватикан уже захвачен иезуитами. А иезуиты, в свою очередь, захвачены Ротшильдами. Вот. Поэтому там все перемешано, да. Ну, структура-то работает? Да нет. Работает вазу? Работает корпорация. Все остальное – это структура, когда люди получают деньги от кого угодно. Вот берем какого-нибудь Клауса Шваба. Ему абсолютно все равно, кто ему платит, да, и он со всеми дружит, он коммуникатор. Он дружит как с черной аристократии, с Ватиканом, и с банкирами, и с иллюминатами и так далее. Это называется бизнес. Это называется бизнес. И никаких препятствий для этого бизнеса нет, потому что все это единый конгломерат. Но есть, допустим, клубы. Вот не масонские структуры, а есть клубы, так называемые, да. Они могут клубами называться, могут тусовкой называться, могут называться «Мой круг», «Моя семья» и так далее. Так это иудейские семьи. Да, вот эти ключевые семьи. Понятно, для них важны вот как бы свои эти банковские группировки и всякие другие структуры, которые они создают совместно с другими структурами. Вот в рамках перемешивания этого, да. Вот, допустим, инклюзивный капитализм. Создали совет по развитию этой концепции инклюзивного капитализма, который смотрящий за этим советом, Линдон Ротшильд. Она как бы там ключевая. Почему? Потому что Ротшильда финансирует. Ну, не только Ротшильд, да. Банкиры финансируют. Это направление. Ну, там 27 человек сначала включили, да. В том числе и Папу Римского. Это не значит, что у Папы Римского нет своих интересов. Или кто-то через него какие-то другие интересы не проводит. Не, допустим, Ротшильдовские интересы, да, там, иудейские, а какие-то, допустим, там, неважно, вот этих самых королевских домов Европы, да. Там, черная аристократия. Ну, такая, вся эта система перемалывает всех, да. Они все должны быть как бы в едином таком пространстве неком, да, где кто-то он задает. То он задает тот, кто финансирует. Вот эта система уже выстроена. То есть, если, допустим, как вот формировались масонов? Масоны формировали в свое время на базе статусной аристократии. Вот, допустим, американские лорды, они до сих пор являются автоматом, членами общин, палаты общин, да, независимо от того, нищие ты или богатый, но ты лорд потомственный, все, ты автоматом входишь в верхнюю палату парламента. Даже тебе избираться не нужно. Тебя признают, 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 что твой социальный статус. Это наследие как раз вот там восемнадцатого, девятнадцатого века. Вот. А по мере того, как работали деньги и оттачивали все эти механизмы, да, в мире в целом, там, и на том же Западе, это же на самом деле лорд никакой роли не играет. Это формальная такая вот оберточка. Чиновник, да? Да. Конфетка, конфетка это тот, кто это в Лондон-Сити находится, да, то есть конкретные банкиры, которые контролируют весь бюджет Великобритании. Вот. Поэтому в другом мире мы живем, и не надо вот там, допустим, ссылаться на какие-то масонские структуры. Ну, их много в таких клубах. Вильдербейский клуб, там, комитет трехсот, там, комиссия трехсторонняя, там, ну и так далее. Ну, сегодня одна комиссия, завтра другая. Не, ну, плюшки-то, которые они предлагают, это неважно кто, просто это название такое, темные ложи, да, масоны это или вот робчат. Все, вы вертитесь вокруг денег. Да, да, да. Нет, вы все-таки говорите вокруг денег, да? Да. А смотрите, то есть долголетие, то, что они предлагают, это... Это другой вопрос совершенно. Просто смотрите, это некая мода, которая возникла под влиянием как раз сильных мира сего. Представьте себе, когда человек владеет миром, да, у него все есть, он за деньги купит все, кроме одного, или кроме двух. Он не может любовь купить. Ну, понятно, это вопрос такой. Они все, поскольку извращенцы, им это и не надо. Да, они любовь понимают по-другому, да? Значит, купили себе девочку там или мальчика на ночь, вот это типа любовь. А вот долголетие, конечно, это то, что они... За что они готовы отдать под эти последние деньги? И поэтому там сформировалось как ключевое направление деятельности, поиск, поиск этого самого долголетия. Вот. И туда идут колоссальные деньги. И именно поэтому сегодня вот важнейший конгломерат, правящий, это бигфарма, так называемая, да? И в России, кстати, то же самое, потому что, например, огромное количество денег было брошено в эту сферу, лично главой государства, и на эту сферу была поставлена его дочь, да? Вы знаете. Которая является медиком по образованию, вот. Но она руководит этой самой корпорацией, которая занимается долголетием в России поиском. То есть, как бы наши руководители стремятся не отстать от западных. Вот. И в этом смысле на чашу весов, вот посмотрим, если положить, допустим, на одну чашу весов долголетие какого-нибудь лидера, хозяина, допустим, земли русской, да? А на другую чашу весов положить здоровье и там жизнь 140 миллионов человек. Ну и какая чаша перевесит? Это к вопросу о качествах политика. За это запросто можно купить? За такую плюшку? Да не то, что это... Сейчас на самом деле купить невозможно за эту плюшку, потому что такой плюшки нет. Но поскольку все об этом думают, и все в этом направлении работают, западники, да, то это открывает любые двери, да, вот просто обещание того, что сегодня-завтра мы этот эликсир найдем, и вы, например, там в России, мы там несколько человек, если правильно будете себя вести, мы вам дадим этот секрет, да, вот, и, например, вот та же самая пандемия, которая была запущена, да, и в России беспрекословно выполнялась, это же результат той же самой этой плюшки. Да, мы ведем работу серьезную в направлении как раз бессмертия и всего остального. Вот Путин выступал на центральном собрании в своем этом сборище, и вот он тщательно хвалил банки, там он минут 10 посвятил тому, какие у них доходы, кто да сел, расходы, вот, почему он так тщательно вот эту структуру оберегает? Ведь он никогда не говорил за все свое время плохого слова про центробанки. Ну, абсолютно очевидно, по многим причинам, ну, начнем с самой простой причины. Допустим, есть глава государства, который принимает какие-то решения, утверждает планы развития. Возникает вопрос, а кто исполнитель этих планов? Поскольку у нас государства нет, то есть есть госорганы, но они приватизированы, они не работают. Всегда возникает вопрос, кто основной институт, основной инструмент реализации тех или иных задач. Ему подсказали, и так сложилось, и он не видит других вариантов, что у нас все делают банки. Ну, прямой, простой пример приведу. Допустим, ипотека. На это выделяются большие деньги. Но кому эти деньги выделяются? Не ипотечникам, то есть не людям. По лойке вещей, условно говоря, допустим, какая-то семья хочет влезть в ипотеку. И правильно было бы, чтобы эта семья получила деньги от государства. Нет. Эта семья идет в банк, и под 10%, 12%, 15% даже влезает в долги к этому самому банку. То есть это такая кормящая рука, да? Ну, абсолютно. То есть это как бы первая причина. Делают все банки, а банки сделают. Банки наживаются в первую очередь, да? Хотя механизм работает. Конечно, все понятно. Ты пришел в банк, получил кредиты, документы, оформил все остальное. Все работает. Но непомерно высокая цена за оформление этих самых документов. Потому что там, допустим, ты получил ипотеку, твоя квартира стоит, если бы ты заплатил сейчас 6 миллионов рублей, а в конечном счете ты выплачиваешь 11. То есть на каком основании ты этому банку, который один раз оформил документы, 5 миллионов рублей платишь? Ну, или он забирает у государства и у... там часть денег, и, соответственно, значительную часть берет от простого человека. Вот. Это как бы первая причина. Вторая причина. Это в целом метафизика государства, которая сформировалась при нынешней группе интересов. Эта метафизика заключается в том, чтобы воровать. Но имеется в виду не в примитивном таком смысле, да, чтобы карманы обчистить, а в том смысле, что вся экономика движется в направлении торговли, торговли, еще раз торговли. Почему торговли? Потому что есть ресурсы, да, в эти ресурсы деньги не вкладывали нынешние руководители. Они просто это приватизировали под себя или, скажем, поставили под контроль. Хотя это может, например, государственный ресурс какой-нибудь, государственная нефтяная компания. Вот. А дальше частное собственническое присвоение той прибыли, которая получается от продажи. Раз они заинтересованы в продаже, в продаже, на экспорт, то они играют по тем правилам, которые устанавливает экспортная сторона. Да, и следовательно, кто там рулит? Банки. Дальше, третья причина. Ему досталась такая система, которая при Ельце не сложилась, когда у нас страна превратилась в колонию, в периферию Запада и поставлены, точнее, созданы механизмы управления внешнего через Центробанк. Да? Ну что, Путин будет ломать, что ли, эту систему? В этом не заинтересован. Поэтому, куда ни кинься, понятно, что вся его деятельность упирается в контроль или в активную позицию банковской сферы. Другой субъектности нет в Российской Федерации. Есть только вот эти теневые субъекты воровские, которые конкурируют между собой. А банковская система, она не конкурирует. Там конкуренции особо нет внутри. Да? Она выстроена жестко и иерархично под Международный Валютный Фонд, Федеральную Резервную Систему, Всемирный Банк. Ну, то есть, ожидать от Путина, что он встанет утром рано с той ноги и что-то изменит, это вообще невозможно. Да нет, мы же, у нас же народ такой, все время говорят про русское чудо. Да? Говорят, ну, там, да, мы не видим возможности, не видим перспектив никаких, но русское чудо же бывает. Вдруг какой-нибудь минин пожарский появится или еще что-нибудь. В этом смысле оставляют лазейку, чтобы о Путине так думать, что, ну, почему нельзя исключить, что вот он борется, 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 так многим кажется. А в конце концов, раз и кого-нибудь поборет. Да? И вот у нас начнется новая ситуация, новая страница истории. Вот. Или, да, что-то поймет, например, неожиданно и изменит свою позицию. Вот. Поэтому ничего нельзя исключать. Я тоже не исключаю, что мало ли, он же загнан в угол во многом, да, когда загоняется в угол человек, то в нем открывается либо самое худшее качество, либо иногда и то, что у него хорошее сидит. То есть покаялся, сделал, да, вот. Поэтому сейчас вот примерно такая ситуация. Некоторые говорят, что у него ничего не остается, кроме как примить ядерное оружие. Да? А православные люди говорят, да нет, ну как, он же вроде православный, поэтому он не может вот так поступить. Наверное, он что-то придумает. Ему Бог что-то посоветует. Да, ему что-то приснится, возможно. Или пойдет батюшке там на исповедь, а батюшка ему что-нибудь подскажет. Вот. Поэтому разные варианты существуют. Это так, теоретически. Ну, а Путина вы считаете все-таки иудейская шушера держит или он как бы хоть как-то представляет наши интересы? Не будем называть шушерой иудеев. На самом деле уже это так и есть. Две группы интересов внешних, основные. Понятно, что вот скажем в том раскладе, который сегодня существует, когда мы отмечаем четыре основные группы интересов зарубежных, четыре центра силы, наше руководство, имеется в виду Путин, его окружение, ориентируется на две из них в основном. То есть первая эта группа, которая исторически сложилась, связи между путинской командой и этой группой, это черная аристократия европейская. Мы же знаем, что Путин работал в Германии, что Питер исторически связан с немецкоязычной частью Европы. Путин работал во внешней, то есть занимался внешнеэкономической деятельностью, подписывал документы. Питер был в его время, ну и сейчас, естественно, остается окном в Европу через внешнеэкономсвязь, обеспечение экспорта. Кого не возьми из кооператива «Озеро», они все так или иначе занимались торговлей. Там Якунин вообще возглавлял внешнеэкономическое управление правительства Российской Федерации. Тимченко, самый богатый человек в России, ну, по крайней мере, до 1922 года, он возглавлял тоже торговый отдел в НПЗ Кириши, а сейчас является крупнейшим трейдером нефтяным. Ну и так далее, то есть, как бы, всех перечислять не буду. В этом смысле изначально ориентация на Европу, и поэтому друзья Путина, принц Монако, Берлускони, Шрёдер, все это представители черной аристократии. Это как бы вот первая группа. Королевские дома Европы плюс Ватикан, да? Ну и вторая группа, которая плотно стоит за, как бы, российским руководством, это все, что связано с, ну, иудеями, действительно, но нужно понимать, какими иудеями. Потому что, да, до прихода Путина у нас ключевой организм, и поэтому друзья Путина, принц Монако, Берлускони, Шрёдер, все это представители черной аристократии. Это как бы вот первая группа. Королевские дома Европы плюс Ватикан, да? Понизился, а появился Феор, Федерация Еврейской Общины России, которая возглавляет Борода, ну, и, соответственно, хасидское движение, при нём, которого возглавляет Берлазер. Вот это уже другое как-то течение, да? И традиционные сионисты и хасида, они являются членами Бнай-Брид, собственно, да, то, что объединяет вообще все банковские круги и так далее. Но между ними есть конкуренция внутренняя. Вот нынешняя команда, она в большей степени связана как раз с вот этой более радикальной ветвью, да, сионизма, именно с хасидами и хабадниками. Спасибо, Владимир Анатольевич, очень интересно было. Надеюсь, продолжим. Надеюсь, да. Дорогие друзья, с нами был Владимир Анатольевич Лепехин, директор института ЕАЭС, и я, Виктория Ахметова. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Анатольевич Лепехин,